Вот уже неделю в нашем городе идет социальная игра «Я-мэр». В нее активно включилась команда Ренийского лицея «Подсолнечники». Разумеется, прежде всего ребята решили навести порядок в жилом микрорайоне порта. Как только мы узнали о том, что у нас в городе проходит такая социальная акция, мы очень обрадовались, сразу все сплочились и очень были вдохновлены данной акцией. Мы очень рады, что у нас есть возможность немножко улучшить наш город, сделать его намного лучше, ведь мы очень стараемся, делаем все для этого. С первого дня мы начали активно работать в этом направлении, и мы очень счастливы, что нам предоставили такую возможность. За эту неделю каникулярную, потому что, как известно, у детей сейчас каникулы, мы решили посвятить ее благоустройству и облагораживанию нашего города. Конкретно мы решили взять наш микрорайон, то есть микрорайон нашей школы. За эту неделю мы сделали определенный список добрых дел. Количество языческих соображений я пока раскрывать не буду, но у нас есть четкое количество дел, которые мы должны выполнить. Большую треть дел мы выполнили. За следующую неделю мы продолжим выполнять наш план. Команды были установлены мусорки, сделанные руками родителей, членов команды. Нами были облагорожены клумбы, которые, если честно, лет 10, наверное, никто не обрабатывал и не вскапывал. Но они не просто облагорожены. Было засажено 15 видов цветов и еще элементы садово-паркового декора были привлечены к облагораживанию клумбы. Городской голова Игорь Плехов и активист общественной организации «Человек и общество 21 века» Иван Казанакли поблагодарили лицеистов за ту работу, которую они проделали в течение недели, пожертвовав своими каникулами. Урны нужны, вот ребята говорят. Урны мы заказали, 200 штук урн, мы потом, когда они будут, просто поедем по Устанаму, по городу. До проекта это получится, после проекта, я думаю, вы после проекта все равно будете участвовать. Да, да. Главное, что детям это нравится и они хотят помочь нашему городу. То, что сейчас делают акцию «Я мэр», я приветствую это, во-первых, во-вторых, эти дети, которые участвуют в этой акции, они очень часто бывают в этом дворе, катаются на качелях, там туда, они сейчас убирают, они впоследствии будут беречь свой труд. Это нормально. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы жильцы домов выходили на эту акцию, поддерживали детей и, в принципе, и дворы будут чище и будут приятнее людям со стороны посмотреть на этот двор. Похожие лицеисты своим усердием вдохновили старшее поколение и некоторые жители пятиэтажек в жилом микрорайоне порта тоже вышли поработать во дворах. Реницы облагораживают клумбы перед своими окнами и высаживают цветы. Они воспринимают это положительно и обещают, что они будут следить за тем, чтобы чистоту, которую мы наводим, никто не нарушал. Более того, они все пообещали, некоторые главы ОСББ нам посчастливилось с ними поговорить, что они будут регулярно, периодически выходить на субботники. Жители микрорайона порта неравнодушны к тому, что происходит вокруг, тем более, что есть проблемы, которые невозможно решить проведением субботника. Вот напротив нашего дома, находится здесь, раньше, когда еще проживали старые, очень пожилые люди, здесь находился какой-то или туалет был, или что. И со временем сюда стекала вода, вода, и образовалась вот такая яма, но там, неизвестно, где-то метра два-три. Здесь же также плиты, здесь проезжают машины. Плиты в любое время могут упасть. Может машина проехать прямо туда и провалиться. Вот, пожалуйста, можете посмотреть, что здесь происходит. Можно это как-нибудь засыпать, попросить мэра города, чтобы как-то принял участие. Пожалуйста. Все инициативы и пожелания берутся муниципалитетам на учет и к исполнению. Команда «Пословные»! Наш девиз – мы любим город наш одной, прогоним грязь его долой!